Здравствуйте, друзья! 10 июля, город Каменскуральский, Свердловская область. Сегодня хочу показать вам один сорт томата, который я выращиваю впервые. Это сорт от коллекционеров, и очень меня он покорил своей урожайностью. Кто живет в Свердловской области, знает, что у нас в этом сезоне аномально жаркая погода. Вот сейчас я снимаю ролик, 7 часов утра, уже видно, что очень солнечно, жарко. Температура у нас на улице от 30 до 36 градусов, причем на сегодня обещают даже до 39. Это на улице температура. Вот сейчас я нахожусь в теплице, смотрю на термометр, в 7 часов утра здесь уже 30 градусов. То есть днем температура повышается до 40 с лишним градусов, и так ежедневно. Если не забуду, в конце ролика покажу вам термометр, он у меня просто на другой стороне. Плюс еще такой момент, на протяжении 18 дней эти растения ничем не подкармливались. И один раз я их всего полила за 18 дней. Вот такая сложилась у меня ситуация, что практически были запущены все эти томаты. Да, и на протяжении вот этих 18 дней здесь ничего не посынковалось. Когда я зашла в теплицу, я просто ахнула, тут был просто лес дремучий. Я даже не знала, с чего начать. Я вообще выращиваю всегда томаты так, что у меня все всегда пропосынковано, все лишние листья убраны. Но тут был, конечно, кошмар полный. И к своему удивлению, когда я убрала листву, когда я все пропосынковала, я увидела, что здесь достаточно много томатов. Вот этот сорт, на мой взгляд, вот часто мне задают вопрос, какие сорта томатов я могла бы посоветовать для жарких регионов. Ну вот я думаю, что сорт церковь идеально просто подойдет для таких регионов. Без полива, без подкормок. При такой высокой температуре он вяжет очень хорошо, и плоды, как вы видите, наливаются. Сейчас я, конечно, провожу подкормки. 4 июля я провела подкормку, был у меня очередной полив, и провела подкормку гуматом калия. Сейчас я буду чередовать калийные подкормки. С каждым поливом обязательно давать буду калийное удобрение. Четко по инструкции, если разводим, никогда мы растению не навредим. Никаких, как многие считают, нитратов не накопится в плодах. У меня получается сейчас полив где-то раз в 4-5 дней. То есть интервал 4-5 дней между поливами. И вот каждый полив будет у меня как раз с удобрением. 4 числа у меня проводилась подкормка гуматом калия. Сегодня вечером я буду проводить подкормку сульфатом калия. Сульфаты я рекомендую проводить подкормки сульфатными удобрениями как раз в середине лета. Сульфат калия, что у нас там, сульфат магния. Все удобрения, где вы видите первое слово в названии сульфат, это говорит о том, что в состав этого удобрения входит сера. А сера, как вы знаете, она защищает наши растения от болезней. Я, кстати, удивляюсь, что у меня растения не заболели вот в таких стрессовых условиях выращивания. Да, и еще 5-го числа я опрыскала по листу аминосилом вот эти все растения, так как не знала, что будет с ними. Стресс они перенесли у меня, конечно, очень сильный. Аминосил использую впервые, но пока ничего о нем не могу сказать, так как буквально неделю назад, 5 дней назад я им опрыскала. Ну, думаю, наверное, он какую-то свою положительную лепту внесет в выращивание моих томатов в таких стрессовых условиях. Сейчас я вам покажу, как завязались кисти, ну и покажу, наверное, вот эти удобрения, которыми я проводила подкормки и планирую дальше проводить такие подкормки. Вот смотрите, друзья, вот это нижние кисти, тут кисть уже одна заламывается. Сейчас буду проводить подвязку. Вот боюсь трогать их, но думаю, что видно, да, какое количество плодов. Это вот практически, практически без ухода. Я думаю, если бы я их своевременно подкармливала и поливала, то мы бы сейчас увидели совсем другую картину. Тут, конечно, вот где выше уже пошли кисти, тут меньше завязалось плодов. Но так, как говорю, получилось вот так вот, как получилось. Есть осыпавшиеся, вот видите, завязи. Ну, тут, конечно, и горело все. И сейчас продолжает гореть. Но, тем не менее, я думаю, вот сейчас с аминосилом, вот с этим, с подкормками. Дальше я также вижу, что кисти есть. Не вижу только, завязались там плоды или нет. Но вот прям очень меня радует этот сорт. Не знаю, как он на вкус. Но по урожайности, конечно, это просто, просто бомба, можно так сказать. Видите, что тут творится. Я обязательно соберу с него семена. Очень жалею, что у меня одно растение. Хотя, по-моему, у меня во второй тепличке, если я не ошибаюсь, вроде бы есть еще во второй тепличке сорт. Но, может быть, вернее, это растение. Но, может быть, я ошибаюсь. И я в этом году буду проводить обзоры как раз по сортам. Не полностью всю теплицу снимать, а по сортам. Есть очень достойные сорта, которые я получила в этом году, которые мне прям, ну, радуют меня. Церковь, я даже не помню, какой он по цвету должен быть. То ли желтый, то ли красный. Ну, посмотрим. Кисточку вот эту обязательно сейчас подвяжу. Иначе плохо наливаться будут плоды. Мы видим, что плоды достаточно крупные. Так, вот чем я подкармливала. Видите, вот сульфат калия. Это проводить буду сегодня под кормку. Гуматфосфора, бочка и четыре ведра гуматфосфора. Я планировала снять о нем ролик. Но вот так получилось, что ничего я не снимала длительный период времени. Гуматфосфора, что дает растениям? Когда мы поливаем этим удобрением, на растении формируется очень большое количество цветочных кистей. Вот часто нам садоводы, наши покупатели городские, задают вопрос, чем подкормить, чтобы сформировалось больше цветочных кистей. Это вот, друзья, вот это удобрение, бочка и четыре ведра гуматфосфора. Вот эта бутылка разводится на 60 литров воды. И если поливать по литру под каждое растение, проводить подкормку, то получается на 60 растений. Можно, я думаю, и по пол-литра внести. И тогда получится у вас на 120 растений. Я проводила только одну подкормку вот этим гуматом фосфора. Кистей цветочных достаточно много. Я, наверное, отдельный ролик сниму как раз вот по этому удобрению. И гумат калия. Также можно еще проводить подкормку монофосфатом калия. Он у меня тоже есть. И вот сейчас буду чередовать гумат калия, монофосфат калия и сульфат калия. И также раз в две недели кальцевую селитру. Никакой вершинки пока у меня нет на плодах. Но, тем не менее, о кальцевой селитре не нужно забывать. И раз в две недели все-таки нужно проводить подкормку. Особенно вот в середине лета, когда у нас формируется большое количество плодов, кальций растениям нужен. Ну и вот этот аминосил я провела подкормку, как уже сказала, по листу опрыскала. Так как это препарат, в который входит 40 аминокислот. Он антистрессовый. Ну и думаю, что он также мне поможет. Все-таки стресс был очень сильный у моих растений. Друзья, я на этом буду заканчивать свой ролик. Обязательно мы с вами продегустируем в дальнейшем этот сорт. Но пока вот для меня это просто фаворит этого сезона. Считаю, что просто идеальный. Пока, конечно, не краснеет ничего, не спеет. Спеет только у меня золото мишей. По рекомендации моих подписчиков приобретала. Друзья, наших городских садоводов, кто живет в городе Каменскуральский, конечно, я приглашаю к нам в магазин «Дача», который находится по проспекту Победы, 48, в центре здания. Приходите, весь товар нужный для сада-огорода, как всегда у нас есть в нашем магазине. Я на этом буду прощаться. Всем до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok